Всем привет! На связи GameShop и на этот раз мы решили поделиться своим мнением по не так давно вышедшей красивой и дорогой игрушке. Мы, как люди плотно связанные с цифровыми развлечениями и смежными с ними вещами, естественно любим игры и всегда с радостью погружаемся в новые виртуальные истории. Почему бы тогда нам не рассказать о наших впечатлениях о какой-нибудь отличной или даже не отличной игре, подумали мы и вуаля, вот обзорчик на вышедшую в сентябре в Warhammer Space Marine 2. Отличная эта игра или нет, постараемся разобраться в процессе, но то, что игрушка заслуживает внимания, это безоговорочный факт. И не только из-за того, что это дорогая ААА игра по вселенной Warhammer 40 000, но давайте обо всем по порядку. Space Marine 2 это, как не трудно догадаться, прямое продолжение первой части, которая вышла в 2011 году на Xbox 360, PlayStation 3 и ПК. В ней мы играли за Тита, капитана космодесанта, который со своим отрядом высаживается на стратегически важную планету для империи человечества, дабы защитить ее от орков. А они в свою очередь решили внезапно пройтись по ней мечом и топором. Да, в далеком будущем тоже есть орки, и они прикольные, а остатки человечества воюют по всей галактике во славу императора. Половину игры мы важно противостоим зеленым поганцам, но внезапно на фоне появляется могущественный артефакт, который изучали тут имперские ученые. Артефакт безумно силен и в плохих руках он даже может уничтожить всю планету, поэтому мы приняли решение его защищать. И по возможности эвакуировать. Загвоздка еще кроется в том, что артефакт черпает свою силу из варпа, другого измерения, в котором живут темные боги хаоса. Как не трудно догадаться, с хаосом мы тоже ведем войну и чуть ли не самую давнюю для империи, поэтому любая связь с хаосом, варпом и тому подобными штуками считается ересью и очень возможным предательством. Тут хаос, подобно темной стороне силы, легко искушает и быстро обладевает сознанием хороших ребят. Ну и собственно, проведя в близком контакте с артефактом много времени, мы подвергаемся воздействию другого измерения, что вызвало подозрения у наших товарищей по отряду. Также между делом мы побеждаем главного демона, ломаем этот ужасный артефакт и даже как будто заслуживаем хэппи-энд. Но нас дает брат по оружию и по команде, обвиняя нас в той самой ереси и вовлечении на сторону врага. Недолго думая, героя, который спас целую планету, берут под стражу и уводят за темный занавес. Вот такой вкратце была первая Space Marine. И помимо довольно-таки бодрого экшена, где врагов можно было и рубить, и стрелять по ним, нам приоткрыли заманчивое окошечко в мир Вархаммера. Игру признали самой доступной для входа во вселенную 40 тысяч, а вселенная эта насчитывает уже какое-то безумное количество лора и материалов. Несмотря на то, что местами игра была однообразна, она показывала красоту и брутальность мира молота войны. И я уверен, что ни один человек после ее прохождения отправился погружаться дальше в этот мир, ведь после Space Marine точно требовалась добавка, а подхватить ее было откуда. Плавно переходим к продолжению, и начало уже что-то напоминает. Мы также высаживаемся на планету, которая на этот раз захватывается тиранидами. Это еще одна раса из мира войны, и как-то она очень похожа на зергов из Старкрафта, если вам что-то об этом говорит. Если ничего не говорит, то это просто живность разного мерзкого размера, которая управляется коллективным разумом и все уничтожает, как какая-нибудь саранча. Ну так вот, мы высаживаемся и пытаемся спасти планету от нашествия этой погани. И даже чуть не умираем, но нас вовремя спасают. Спасают и возвращают в строй. Оказывается, мы играли за того самого Тита из первой части, и уже продолжительный период времени мы отбывали свое наказание за обвинение в возможной связи с хаосом. Теперь мы реабилитировались, и снова возвращаемся в отряд ультрамаринов. Это чуть ли не самые крутые дядьки в имперской армии, в убийственных доспехах, высотой по 3 метра и ломающие лавочки с случайным движением ноги. В общем, крутые парни. Так вот, мы снова в строю, только вместо капитана становимся лейтенантом. И у нас в подчинении снова отряд из двух боевых единиц, а в целом даже побольше. В отряде, который будет находиться с нами постоянно, есть Тайран и Гадриэль, который больше Анатолий. Получая приказы от старшего по званию, мы даем отпор тысячам тиранидов, но потом сюжет начинает набирать обороты, и в простое выполнение миссий по уничтожению врага игра точно не выльется. Дабы не спойлерить, скажу, что снова всплывут силы хаоса, могущественный артефакт, недоверие со стороны командования и соратников и собственного отряда, огромные демоны и вселенская угроза. За историей точно интересно следить, и пусть концовка на наш взгляд не так ошарашивает, как финал первой части, но внезапные повороты там точно есть. В целом получается небольшое копирование первого спейсмарин, но с внушительными отличиями и раз в 10 так помасштабнее. В этой игре нам дают больше самого Вархаммера и стараются глубже в него погрузить, что у разработчиков и великолепно получается. На этот раз между миссиями мы отчитываемся перед нашим начальником на большом фрегате, который сам по себе просто находка для изучения. Один визуал чего только стоит, но вот представьте, в будущем на космическом корабле всюду обилие свеч, связки кадил, витражи, под потолком летают херувимы, а компьютер перед включением просит помолиться. Это просто сносит башню у неподготовленного к такому насыщенному окружению игрока. На том же корабле можно подслушать диалоги сторонних персонажей или понаблюдать за чем-то интересным. Можно даже перед миссией подобрать себе снаряжение и рассмотреть все это обаятельное безобразие вблизи. Глазу очень приятно, а это только корабль, на котором мы тусуемся между миссиями. На самих миссиях и вовлеченных в них планетах дела обстоят еще круче. Да, тут будет несколько планет, и каждый выдает что-то новенькое и неповторимое. А вкрученный в игру фоторежим с легкостью отнимет парочку часов просто на щелканье шикарных видов космических баталий. Тут прям браво! Сама игра аналогично выглядит очень сочно, и это можно сказать почти про все. Про анимации, пейзажи, заставки, бои и внутриигровые катсцены. Все это дает прекрасный мускулинный эпик космической войны. И слово мускулинный тут занимает не последнее значение, ведь мы не забываем, что ультрамарины это усиленные сверхлюди. Обычные солдаты им поклоняются, а строения легко ломаются, и вся эта мощь чувствуется в каждом шаге и в каждом выстреле. По одной походке понятно, что если такой дядька случайно вам наступит на ногу, то париться придется не из-за испачканного ботинка, и чем дальше играешь, тем больше в это вживаешься. В плане геймплея игра также претерпела изменения. Аналогично с первой частью, можем лететь на врага с мечом бензопилой или боевым молотом, но можем не спешить и поливать недругов с довольно-таки внушительного арсенала стволов. Так вот, на фехтовании сделано определенно больше упора, поскольку теперь обычные атаки врага можно заблокировать, а атаки с синим индикатором отпарировать и даже контратаковать, размазывая кучку мелких врагов или накладывая метку для быстрого выстрела на крупных. В пылу сражения, когда на тебя прут натурально орды всякой мерзости, бывает сложно ориентироваться, где и что надо блочить, но со временем все это доводится до автоматизма и начинаешь лаконично комбинировать огнестрел и рукопашный бой. Тут даже для разного вида холодного оружия есть свои комбушечки. Они не очень большие, их совсем немного, но эффектности они точно добавляют. По огнестрелу уже несколько сложнее и иногда можно растеряться в видах болтганов, ведь выглядят они почти одинаково, но опять же, попробовав несколько штук, понимаешь, что покучнее стреляет и какая пушенция больше подходит к той или иной ситуации. Из оружия можно таскать с собой два экземпляра. Один пистолет, он идет в связке с холодным элементом экипировки, одно основное оружие и где-нибудь на уровнях можно иногда подбирать дополнительное большое стреляло, которое выкинется нами после окончания всех боеприпасов. В общем, месить врагов очень зрелищно и если в первой части процесс к концу может уже и поднаскучить, то тут, если честно, до самого финала все в порядке. Разработчики вообще походу любят подкинуть интересных ситуаций и то нам предстоит отбиваться от толп врагов, буквально волной летящих на нашу крепость, кстати вспоминаются сразу сцены из Звездного Десанта, было там нечто похожее. То накинут нового непростого босса, то скажут отбиваться от противников в темноте и с огнеметом. Короче, играть не скучно и вот такие моменты здорово разбавляют и так насыщенный игровой процесс. Сюжет, кстати, в среднем проходится часиков за 12-13. И это самое оно, золотая серединка, на которой даже еще хочется продолжения из других режимов игры. Кстати о них. Помимо основного сюжета, тут есть доп. миссии. Там мы выполняем сюжетные задачи и для основной истории, но как бы за кадром и за другой отряд, который тоже, кстати, под подчинением Тита. Тут можно выбрать себе класс ультрамарина, снарядить его, разодеть как тебе хочется, прокачать, учитывая, что в основном сюжете прокачки вообще нет. И даже примерить новое оружие, не встречающееся в главных миссиях. Постановочных моментов в этих эпизодах почти нет, но их прохождение позволяет дополнить картину с других сторон и немножко разнообразить свой игровой опыт. Есть тут и многопользовательская игра, в которой тоже можно застрять надолго. А если вы любите кооператив, то можно по сети пройти все со своим другом, и либо он, либо вы займете место в отряде космодесанта. Короче круто. По игре еще есть плотный план обновлений, поэтому скоро выкатят новые миссии, каких-то огромных боссов и всякое разное. Так что в войне в Space Marine 2 пока не видно конца. А оно тут и неплохо. Но что мы только о плюсах и о плюсах. Есть и спорные моментики, которые добавляют немножко горчинки. Не очень часто, но все-таки встречаются кое-где баги. Моменты не сказать, что критичные и в целом даже иногда веселят, но из одного пришлось даже перезапуститься с контрольной точки, так как не срабатывал скрипт для дальнейшего продвижения сюжета. Частенько в игре используют термины вахи. Если в оригинальной первой части ты спокойно ощущал себя новичком в этом мире и было не стыдно, то тут бывает непонятно про что говорят ребята и что за имена или события мелькают в диалогах. Не критично и людям знакомым с лором, наверное, очень приятно. Но не все такие счастливчики, поэтому иногда приходится гуглить, чтобы оставаться на одной волне с корешами. Ну и возможно это уже совсем субъективно, но не хватало какого-нибудь геймплея на технике. А она тут мельтешит очень часто. Максимум, что нам дают это ракетный ранец, хотя тут и корабли летают, и танки отстреливаются, и какие-то дредноуты ходят. Да, мы весьма громоздки и даже возможно в чем-то из вышеперечисленного не нужен пилот. Но хоть бы за турельку посадили, а то все на своих двоих, да на своих двоих. Это мелочи, но они есть, поэтому будем надеяться на еще большее количество контента в продолжении. Давайте уже подводить итоги. Получается, что мы имеем шикарную игру в красивейшем и жестоком мире постоянной войны. И в этом не возникает вообще никаких сомнений. Тут не надо прокачиваться, выбирать из вариантов диалогов, зачищать открытый мир или носиться по идиотским побочкам. Тут ты с огромной пушкой в руках летишь крошить разных врагов на великолепнейших ландшафтах планет сумма помрачительными эффектами и задорным геймплеем. Плюсом еще будет и то, что у нас полная локализация, а это всегда приятнее, чем вглядываться в субтитры. Space Marine 2 просто пушка. Здоровая, эффектная, дорогая пушка. И определенно мы советуем окунуться в эту красоту. Возможно, даже после нее вам захочется побольше узнать о мире молота войны, как это, например, захотелось сделать нам. Ну, а приобрести эту игру, первую часть или любую другую игру по Вархаммеру можно в наших магазинах Геймшоп. Заходите, выбирайте и приобщайтесь. На этом мы с вами прощаемся. Да, защитит вас Император. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok